Итак, мое имя Евгений Тюрин и сегодня у нас вебинар, потрясающий вебинар на тему продающая история. Что же это такое? Для тех, кто видит меня впервые, я сейчас веду вебинар. В основном у нас офлайн мероприятия чаще всего, поэтому я очень рад вас видеть. И это очень приятно, что сегодня вечером вы выделили этому вопросу время. В Москве сейчас пасмурно, такая очень странная погода. И я искренне надеюсь, что в эту погоду вы дома, ни в коем случае ни на улице, ни где-то в пробке. Надеюсь, у вас теплый есть чай под рукой и вам комфортно и удобно. Тамара Леонтьева, приветствую вас! Знакомые имена, знакомые люди. Класс! Класс, класс, класс. Сегодня в рамках этого вебинара мы поговорим, что же такое продающая история, что мы с ней делаем. И у нас будет 5 мая мастер-класс на эту тему. Большой, длинный, платный, где можно будет индивидуально проработать вашу историю. Я об этом тоже поговорим и расскажу. В рамках вебинара мы поговорим о сценариях, о проблемах, которые возникают в продающей истории. Поговорим, что это такое, как инструмент, какой используют, в каких каналах привлечения клиента ее можно использовать. Сайт, инстаграм, в чем отличие, в каких случаях мы можем использовать это как имиджевый инструмент. И об этом все мы тоже сегодня поговорим очень подробно. Откуда, почему, скажем так, вообще эта тема возникла, продающая история, откуда она взялась? Это я занимаюсь уже десятилетия, преподаю бизнесовые дисциплины. И одна из составляющих этих бизнесовых дисциплин, это личный бренд. И он зиждется всегда на продающей истории. Поэтому мы их профессионально пишем внутри нашего бизнес-клуба для дизайнеров. Союза дизайнеров и архитекторов называется наш бизнес-клуб. Внутри мы пишем эти истории и, скажем так, рука набита. Я их написал, если не сотни, то уж точно многие десятки. Вот, и есть чем поделиться, есть наработки. Многие из вас были на мастер-классах, где я разбирал, что такое продающая история. Кто был на таких мастер-классах? Поставьте пятерочку в чат. Пятерочку в чат, кто был на таких мастер-классах? Тамара, ставьте пятерочку, вы 100% были. Я вас прям помню. В рамках многих каких-то мероприятий я затрагиваю эту тему, но она никогда не была подробно раскрыта. То есть я ее раскрываю обычно за пять минут. Что такое продающая история? История Золушки, Ля-Ля-Трополя. Есть несколько сценариев, которые мы берем. Но какой сценарий подходит именно вам? Какой сценарий подходит под определенного клиента? Какой сценарий нужно внедрить вам как триггеры, как продающие какие-то элементы психологические? Вот об этом, конечно, мы будем говорить 5 мая. Но УТП точно было. Да, там один из подробнейших, скажем так, то, что есть в записи, точек, где это было. То есть Тамара, если вы проходили УТП, а это наша флагманская такая программа, она очень крутая по бизнесу, по психологии, то там вот это было очень подробно дано. И вам просто нужно взять, переслушать записи, и будет вам счастье. Ще, счастье. Вот, для всех остальных, ну для вас тоже будет повторение мать учения, какие-то моменты мы затронем. Для всех остальных, я думаю, впервые будет этот контент, судя по тому, что пятерочки в чате отсутствуют. Я так понимаю, не все слышали этот контент, и это будет очень интересно. Я не сразу стал заниматься этим вопросом, да, не сразу пришел в бизнес. Сначала я был долго тренинговым наркоманом, я обучался на всевозможных курсах, мне было интересно. Я слушал чужие истории, я слушал чужие кейсы. И это все было так классно, это все так было замечательно, это все так кипучо было во мне энергии. Я понимал, что дайте, дайте, дайте что-то поделать. И одно из направлений, которые я запускал в рамках своего первого бизнеса по вентиляции и кондиционированию, это была партнерская конференция для дизайнеров, на которой я очень хотел выговориться, выговориться как поставщик, выговориться как руководитель, как тоже владелец стартапа, как предприниматель, давайте его так назовем. И поэтому я завел там блог по бизнесу. Этот блог по бизнесу был настолько успешен, что все ходили именно на него. И это было прикольно, это было интересно. Я два года преподавал бесплатно, потому что мне было просто прикольно. А потом стало очень много учеников с результатами, которые заработали. У нас был тренинг в 2014 и в 2016 году, тренинг назывался «Быстрые деньги в дизайне интерьера», где там пятеро, по-моему, из потока последнего заработали по полмиллиона за три недели. То есть у нас вот даже вот такие кейсы были. Ну и разумеется, был создан бизнес-клуб в старые времена, тогда это называлось мастер-группа. И вот была мастер-группа у меня, и потом мы почему-то решили создать союз дизайнеров и архитекторов, тоже длинная такая история была. И это на самом деле, я так скользко сказал, а там внутри-то было очень много событий. Сами понимаете, это бизнес. Это и 2014 год, когда Крым стал наш. Это падение всех финансов, все, что связано как бы с предпринимательством, потому что как территория-то это может быть и лесно, да, для госучреждений, там, каких-нибудь сотрудников. А предприниматели, мы все попали, мы попали очень все серьезно. У нас там доллар подпрыгнул, евро подпрыгнуло, санкции ввели. То есть как бы ад бизнесовый творился просто. Ну, Россия в бизнес-сфере тогда для меня это было прям вот первый год прям серьезного кризиса, который я на себя почувствовал. Прям такой вот прям серьезный-серьезный. Я помню, что такое заканчиваются деньги в семейном бюджете. Я знаю, что такое родился ребенок, и я понимаю, что у меня денег хватает, ну, как бы, вот только, знаете, грубо говоря, последние 5000 рублей. Я помню их запах. Я помню, как я их относил на тренинг какой-то, который я понимал, что им надо срочно внедрять эти инструменты, которые мне нужны. Я помню, как я получал результаты, потому что мосты все сожжены, и, грубо говоря, у меня нет вариантов не действовать, нет вариантов не достигать результата. Я помню, что такое гулять с коляской и заглядывать в пустую бутылочку ребенку, и тебе стыдно. Снег падает, фонарь, вот знаете, такие крупные хлопья, которые без ветра так медленно маячат, и они оседают у тебя там на лице, на коляске, и не тают сразу. И ты понимаешь, блин, неужели вот так вот я хотел, неужели я к этому шел. И такое было. И еще на самом деле не раз будет. И достигать какого-то финансового дна Рокфеллера это отличает от других, может быть, разорившихся людей. Потому что прежде чем стоять твердо на ноги, он три раза в ноль разорялся. И вот это очень важный момент, внутренне себе чувствовать потенциал, что ты все равно поднимешься, у тебя все равно все получится. И я вам хотел бы вот это все донести сегодня. И как с людьми попадало я на предательство. Даже в 20-м году у меня менеджеры там украли крупные суммы. И это очень вдохновляет. Очень ты понимаешь, сколько сил это может занимать, сколько это может занимать энергии. Энергией предпринимательства. И ты разбиваешься о камне каких-то препятствий. Когда-то комплекс самозванца. У кого такое было, поставьте плюсики в чат, что вы понимаете, блин, а ведь оно или нет. Или хочешь другой сегмент. И не понимаешь, а как на него выйти. Да потому что мы порой сами на сегмент этот не похожий. Мы не являемся его примером, этого сегмента. То есть мы не в струе. Мы, ну как бы, вы знаете, бомжа на лакшери-вилледж, на каком-то там барвихе, как бы, не знаю, в торговый центр выпустить. То есть только взгляда соберет и такое презрение. То есть мы не понимаем, почему с нами не работают. Это, конечно, такой примитивный, немножко шаржированный пример, но вы это внутренне ощущаете. Знаете, такое выражение, почему там, допустим, сложно, сейчас вот идет пост, да, сложно богатому попасть в рай. Потому что есть презрение к людям, которые слабее, нищие или менее, скажем так, обеспеченные, чем он. И вот это презрение, оно намного сложнее душой переносится, чем богатство искушений или какие-то грехопадения стандартные, там, блуд, не знаю, чревоугодие, жадность и так далее. То есть здесь больше вот это презрение к окружающим, мы его не можем преодолеть с нашим клиентом. Потому что наш клиент порой, если мы недоупакованы, недосбалансированы именно в подаче, мы не уважаемы им. И, в принципе, инструмент по продающей истории, это один из тех инструментов, которые нам нужно додать нашему бизнесу, нам, клиенту, для того, чтобы мы могли, скажем так, быть, были съедобными. Поэтому сейчас перейдем к контенту. Добрый вечер, Питер Пасмурно. Окей, сколько по времени сегодня вебинар? Я думаю, часочек. Час двадцать, наверное, вот так. Не думаю, что у нас сегодня трехчасовой вебинар. Трехчасовой у нас будет мастер-класс по продающей истории, где у нас будет контентный блок на час. И после этого у нас будет разбор индивидуальный. То есть у нас сама консалтинг, то есть когда ко мне приходят поставщики, я вам пока можно буду листать слайды. Когда ко мне приходят поставщики, допустим, разработать для какой-нибудь компании, поставщичей историю, стоит у меня консалтинг 70 тысяч рублей. У дизайнера есть такой лайфхак, я сам подсказываю тебе лайфхаков. Вы можете разработать эту историю за 20 тысяч рублей, стандартная моя консультация. То есть у меня есть стандартная консультация, 20 тысяч рублей, мы можем финансовую модель в рамках нее ее разбирать. Хотите продающую историю писать, хотите маркетинговый анализ, хотите там, не знаю, построение личного бренда, индивидуальная программа. То есть там без разницы, что мы будем делать. Все это я могу делать по скайпу, либо в каких-то случаях в Москве, если дизайнер ко мне приезжает. То есть дизайнеру это обходится в 20 тысяч рублей. Здесь в рамках мастер-классов мы будем это делать за 5. И поэтому 5 мая у нас этот мастер-класс, он будет длиной, наверное, часа 3, ну может быть 3 с половиной. То есть в зависимости от того, сколько у вас будет, сколько нужно будет продающих историй написать. Но каждая продающая история, она будет как кейс. И поэтому вы можете какие-то фиши для себя брать, потому что слишком эта технология обширная, она очень интересная сама по себе, как креатив бизнесовый. Поэтому вам понравится. Сейчас мы проговорим, что это такое, и вы можете по ходу задавать вопросы, с удовольствием буду. У всех есть продающая история. Допустим, я организовываю мероприятия, в которых Юборевич Боровский участвует. И, не знаю, Дорошкин Алексей и Диана Балашова. И как-то мы с Испокадой компанией вели переговоры. Я говорил, давайте поучаствуйте в наших конференциях. Они говорят, мы сами короли. И у нас свои конференции. И спасибо вам, нам ничего не нужно. И типа мы великие. Я говорю, а почему вы великие? Где аргументы? Они говорят, а мы те, кто первый раз позвали Балашову выступать, и с нас она начала свой путь. И они считают, что они из-за этого медийная площадка, и они великие. И вот в этом есть такой прикол. То есть поставщик считает, что он поднял с пола Балашову и сделает великой. А на самом деле Балашова стала великой. Знаете почему? Ну как бы великой. Великой не в смысле прям ей память не поставить, а в смысле почему ее успех. Почему и же с ними ее подружки, есть медийные дизайнеры, сейчас фамилии называть не буду. Ну потому что сейчас так в негативном фоне это будет. Они не так востребованы по выступлениям, как Балашова. Объясню. Почему? Потому что Балашова, когда выступает, она открывает форточку сердца. И она искренне вещает через формат девчонке расскажу лайфхак. Девчонке поделюсь секретом. Девчонке, что было? И вот так по-женски искренне рассказывают. А коллеги ее подруги, они вот эту форточку открывают. Они через ум. Я сейчас вас научу. Я сейчас вам дам. Да кто вы такие? Я приехала в Барнаул, что за дно? То есть понимаете, вот через этот высокий цинизм некий, скажем так. Ну цинизм это называется, циничность. Типа кто вы такие? Многие спикеры медийные выпали из пула тех, кого приглашают. Из пула тех, кто зарабатывает командировками. Кто это заметил? Поставьте единичку в чат, пожалуйста. Ну я, Испаката, она имеет право на панте. Это крупная компания с большими оборотами. Это уж другой вопрос. Ну тут общий формат, что у Дианы Балашовой есть вот этот секрет. Она открывает сердце. А продающую историю, скажем так, ее появление на рынок, компания транслирует руководству из Пакады, что они сами велики. И здесь вот момент, что за всеми нами находится история. Это не хорошо, это не плохо, это наш формат. И если история заходит аудитории, как у Балашовой, через искренность, то это некая тема, которая является отражением ваших ценностей. Вам хочется выбирать искреннего спикера, вам хочется выбирать ту, которая как подружка вам дает советы, вам хочется найти человека, не который своей короной транслирует вам какие-то знания из серии «Я два раза в АД печаталась, и теперь я великая» или «Великий». Неважно, тут мы сейчас не про личности, как сплетни, а мы сейчас про вот сам формат. Услышите психологические триггеры, что мы сейчас хотим, вот вы аудитория дизайнеров со всей России, вы хотите свою в доску. И поэтому искренняя история Дианы Балашовой вам заходит. Вот вам такой маленький кейс для разогрева, чтобы вы просто понимали, как это работает и как это формирует по-своему рынок. Поставьте плюсики в чат, что вам это понятно, что вот такой примитивный пример, может быть, ну для человека, которого в принципе знают, я думаю, что Борисову Боревичу Дорожкину, Борисову Боровского, Алексея Дорожкина, Диану Балашову, там, не знаю, много у нас медийных спикеров. Но самое интересное, что у нас очень большая армия каждый год выпускающихся дизайнеров, приходящих на рынок, которые не знают старую медийную гвардию, которые, ну как бы, не знакомы. Они, я был вот буквально недавно в каких-то городах, не буду называть конкретный город, конкретный дизайнер не знал, кто такой Ликор Бюзье. Не знал, не знаю, другой дизайнер, то есть, как бы, я называл фамилии на одном из мастер-классов, у нас были разборы личного бренда в Казани, и там девчонки не знали вообще, ну все те фамилии, которые я называл, там одну-две буквально узнали, да и то, это такие дизайнеры, которые по 10 лет опыта. У нас часто такое бывает, что, как бы, неизвестные говорят о забытых, вот, знаете, вот этот термин. И как быть в сердцах своих клиентов, это, наверное, вот такой очень важный момент, который мы сегодня тоже будем проговаривать, чтобы нас не забыли. А для того, чтобы нас не забыли, не как спикера, спикер это просто такой, ну, знаете, шаржированный пример, просто на слайде увидел Диану маленькую фотографию, вот, и решил про нее проговорить. Как оставаться в сердцах, что ты такой же, как она, тебе можно доверять. И вот, наверное, про это у нас будет сегодня больше вебинар. Поэтому перейдем к контенту. Я организовывал выступление у многих известных дизайнеров, с кем-то лично просто встречался. Это, ну, Лука Фойс создал неделю дизайна в Италии, допустим. Так, сейчас пролистаю. Секундочку, до контента хочу дойти, потому что тут важный момент. Нам нужно уметь распушать хвост. Один из важных вопросов при написании продающей истории, это то, что мы ее не говорим. Если, допустим, здесь на фотографии Карима Рашиду переводит мою лекцию. И если я это не проговорю, значит, я постеснялся. Вот, знаете, есть такой тонкий момент, что мы со многими, с кем писали продающую историю, ее просто не используют. Потому что, ну, что это я буду выступать и рассказывать про себя, ей так понятно. Я и так, как бы, отношусь к тому, что, ну, я же там пост писала 7 недель назад, а клиенты не заходят. Они, представляете, берут Инстаграм, пролистывают 2, вот, в 3, может быть, слайса такого, как бы, по вашей ленте. Не увидели вашу фотографию или не увидели что-то яркое, как бы, все, не зацепило. Если не произвели впечатление. А то, что вы писали полгода назад пост, приветствую, я Наталья, и я дизайнер интерьера. И мой путь начался не сразу. И вот, начинайте какую-то такую вот ботву. Это, конечно, хорошо. Но дело в том, что это нужно повторять. И кто видел такое у блогеров? Поставьте единичку в чат, когда вы уже давно их подписчик, а они все равно вам лупят вот этот пост. Ребята, у меня много подписчиков, хочу еще раз с вами познакомиться. Поставьте единичку в чат, кто такое видел. Вот это нужно не стесняться делать, это нужно очень обязательно транслировать. Потому что всегда есть новый, всегда есть те, кто не знает. Всегда я опрос делаю в начале, как давно вы со мной знакомы, для того, чтобы показать какие-то слайды, рассказать, чем я занимаюсь. И это очень ценный момент, связанный с тем, что мы себя не додаем миру. Мы стесняемся о себе говорить. И продающая история – это тот инструмент, который ляжет на полку, если вы ее не будете использовать. Как мы ее используем? Давайте контент из составляющих переходить. Ну, первые уже поняли. Инстаграм. Наш павлиний хвостик должны видеть в Инстаграм, как история о себе. Мы, допустим, в нашем бизнес-клубе Союзе дизайнеров-архитекторов, я всем девочкам и мальчикам говорю, что у нас должна быть вверху ссылка в топлинк или сайт оформленный, где можно найти нашу продающую историю, почитать обо мне, называется раздел. Раздел «Обо мне», где ее можно прочитать. Потому что будут такие, допустим, ну, неважно, Василина. И не знаю вас, это как бы нарицательный сейчас будет пример. Василина смотрит на меня. О, умный чувак, говорящая голова, синяя картина. Прикольно. Женат. Не прикольно, как бы. Потому что Василина пришла за развлечением. Допустим, Анастасия пришла. Василина, только не обижайтесь, да, вы же понимаете, я шучу. Анастасия пришла из серии «Прикольно, умный чувак, а где-то про него прочитать?» Стоит ли с ним связываться. И она, допустим, сегодня, сейчас займется делами. И в 2 часа ночи или в 4 зайдет на мой инстаграм, который внизу есть, по центру, по слайду, да, на слайде. Кстати, подписывайтесь с удовольствием. Зайдет, поищет какие-то сайты обо мне, найдет раздел «Обо мне», прочитает там продающую историю, который сидит, прочитает, такая, блин, прикольно, интересный опыт. Хотелось бы, как бы, у него можно поучиться, потому что он тоже пострадал. Он тоже сталкивался с какими-то неприятностями. И наши неприятности, с которыми сталкивались, похожи на мои. И Анастасия никогда мне не скажет, что она в 2 часа ночи или в 4 часа ночи читала мой сайт. Или ваш клиент никогда вам не скажет, что он вас гуглил, изучал или пытался разобраться, где вы находитесь. Вот, это очень важные моменты, связанные с тем, что клиенты нам сами не расскажут, как они нас гуглят. Я иногда вижу, когда клиенты пишут мне сообщения по техническим вопросам или по каким-то, там, не знаю, рабочим, или по дизайну интерьеру, у нас свои дизайнерские студии тоже есть. Вот, у меня в Москве и в Минске из дизайнерской студии. Они пишут в 4 утра, в 5 утра. Они пишут из других городов, они пишут из других часовых поясов, из других вообще. Кто-то в Америку ехал и оттуда пишет, да, и ты просто, я тоже клиентов гуглю. Ну, а почему нет? Нормально. Вот, тут вопрос, как бы, никто не расскажет, что он парановик. Да, я не парановик, мне все равно, что вы обо мне все думаете. Вот, вот эту историю все прячут. Вот, и поэтому собрать доказательства, что это происходит, ну, можно только косвенно. И это очень важно, контролировать эти доказательства, чтобы было. Когда-то обо мне, я понял, что меня мало в интернете, когда меня порекомендовали какому-то из дизайнеров, сказали, вот там чувак сильно хорошо разбирается в системном бизнесе, у него школа по личному бренду для дизайнеров, в общем, обрати на него внимание, он говорит, хорошо. И тишина, прошел там, условно говоря, месяц. И я говорю, слушай, а куда твоя подруга так к мне не обращалась? Она говорит, сейчас я его не узнаю. И та ей отвечает сообщение, слушай, я зашла на него, нашла информацию, посмотрела в ютубе, а там всплыло видео какое-то 15-го года, где я рассказывал, как правильно сайт делать. Ну, вы же, те, кто знает давно в нашей секте, знают, где я и сайты сейчас. Да, тогда просто, ну, какие-то продающие блоки, алгоритмы, я там рассказывал, какие-то банальщины. Тем более в бесплатном доступе это лежит. И человек сделал выводы, что я рассказываю, как сайты правильно делать дизайнеру. То есть не нашла информацию обо мне конкретно, где-то описанную от и до, от начала до конца, чем занимаюсь, куда бегу, какие цели. И сделала выводы по-косвенному, не особо разбираясь. Также о вас могут сделать вывод, что тут вы визуализатор, здесь вы дизайнер каких-то просто, там, не знаю, кальянную делали, скорее всего, специалист по кальянам. Бывает и такое. Я недавно в инсте учусь, блин, инста это работа. Да, это образ жизни. Это образ жизни. Спасибо большое, Елена, что вкинули ссылку со мной. Дальше, инста. Можно сделать таплинк. Если лень сайт делать или еще что-нибудь, таплинк это простой такой, вместо сайта будет кидать вас влево и вправо в сторону. Инструмент для того, чтобы можно там было и ссылки на портфолио, на PDF файлы скинуть и, допустим, ссылки на прямо связаться с вами, ссылку на WhatsApp. Тап, прямой чат с вами можно скидывать на какой-то телеграм-канал, где вы умничаете. Можно скидывать ссылку на ваши видео в YouTube, если они есть, на портфолио, если есть какой-то страшненький сайт, но там есть конкретно ваша висящая работа. Таплинк можно скидывать ссылки на обо мне и описание вас текстом большим, маленьким, PDF-ку, пресс-портрет, как угодно. Это можно все запаковать и делать туда тоже. Следующий момент, это раздел на сайте обо мне или о нашей студии. Сложности бывают, когда пишут продающие студии, истории паром. То есть паром имеется в виду, допустим, у студии два владельца, две девочки или два мальчика, неважно. Даже Братим Жилиным нужно будет продающую историю писать, если, ну как бы, ну я им не писал историю, да, вот, мы дружим с Мишей, очень хорошо общаемся. И если писать историю, то история для бизнеса будет отличной от вашей личной истории. Это тоже такой важный контентный момент. Если у вас партнерство, то нужно будет понимать, что вам нужна своя личная история, как вы свой путь вели для того, чтобы, если вы хотите связать свою жизнь с каким-то медийным процессом, как говорит Кирилл Кухарчук, дизайн интерьера это нынче медийная профессия, и он говорит об этом очень давно, и медийным менее она не стала. А когда мы следим за звездами, неважно за кем, даже за мной, за кем-то вы следите, вот, то происходит тот же самый эффект, как у, ну вот мы смотрим на звезды, да, вот на реальные звезды, не медийные, а звезды на небе, это свет других систем, возможно даже других галактик, да, ну, обычно из нашей, конечно же. Вот, из ближайших звездных каких-то систем свет идет, и свет, вы сами понимаете, что оно идет какой-то процесс, время, да, скорость света, оно все летит. И то, что видим мы сейчас, а так как это находится за ахилиард километров, да, от нас, то свет, который вот идет, там, не знаю, год, два, три, сколько-то он идет до нас, вот, мы понимаем, что мы видим свет того, то есть ту проекцию звезды, которой сейчас уже нет. С ней уже что-то могло случиться, она уже в другую сторону развернулась, не знаю, взорвалась, ее съели инопланетяне, украли ее, то есть она потухла, что-то, а может там же, но другой температуры, неважно, то есть что-то с ней происходит, и то, что мы видим, это то, что с ней было два или три года назад. Кто понял, поставьте плюсик в чат. Николай Сорокин так много историй мне рассказывал на конференции, сразу видно, эффект Тюрина, эффект Тюрина, спасибо большое, очень приятно. Так вот, это называется, если вы не поняли аналогию со звездой, то есть то, что мы видим сейчас как результат, это проекция старых действий. Надеюсь, это понятна мысль. Если непонятно, ставьте минусик, я еще раз повторю, я понимаю, что астрономия это такая история, как бы ее нужно немножко порой переклиниться, перестроиться после каких-то гуманитарных занятий, потому что у меня есть сотрудники, которые там, одна не знала, что такое Хорико, другая ни разу не сталкивалась с принтером, не принтером, а факсом, она не знает, что такое факс. Третье, еще что-нибудь, то есть не знать астрономию и логику, это не так стыдно, то есть это я и более удивительные вещи сталкиваюсь, что люди не знают, более обыденные, поэтому я ни в коем случае, еще раз повторю, если поставить вдруг минусик. Поэтому здесь важно понимать, что можно писать из продающей истории к продукту, что такое к продукту, это допустим у вас есть какая-то услуга для клиента, и как становление этой услуги, что пришел какой-то клиент, ему нужно было то-то, 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 и вы поняли, что в этом есть большая нужда, и сталкивались, и не сразу получалось, но добились идеального расчета, и теперь вот есть у вас такая услуга, и этой услуге вы спасаете мир, если он разделяет ваши ценности, обращайтесь к нам, у нас есть цена-качество, какой-то подбор, допустим по разверткам, создаем элементарную ведомость как бы материалов, вот, и строителям привязки по розеткам, допустим. Все остальное вам это не требуется, если вам не нужен там полноценный дизайн-проект, такой изи-формат. И вот так вот наша услуга становилась, и то есть мы можем продающую историю написать к становлению определенной услуги, либо продукта, либо вам самому, либо к бизнесу в целом, либо, может быть, к вашей какой-то партнерской сцепке, что я творческая, она системная, и поэтому наш клиент вдвойне защищен, мы такие творческие, системные подряд девчонок, которые помогают этому миру. Поставьте семерочку в чат, что понятно, что продающая история может быть ко всему. Каким-то элементом это может быть, можно использовать примитивный инструмент в виде стори-тейлинга. Что такое стори-тейлинг? Это формат, когда мы великую мысль выносим из простого составляющей, знаете, как шалтай-байлтай, допустим. Он висел на стене, там сидел на стене, шалтай-байлтай свалился во сне, разбился, там вся королевская конница, вся королевская рать, не может шалтай, не может болтай, не может шалтай-балтай собрать. А ведь в жизни это тоже так же. Что это значит? Это значит, что если что-то случится, какие бы у нас ресурсы не были, мы можем находиться на том уровне, где новое происшествие просто невозможно починить. Сколько бы у короля не было денег, свиты, армии, золота, он не может починить мертвого. Понимаете, да? Потому что это сломалось вне его юрисдикции контроля. И, следовательно, в нашей жизни так бывает, что порой встретишь такого клиента, после которого хочется из профессии уйти. Потому что не был готов, потому что не разбирался в психологии, потому что думал, что разобраться, что такое трендовые цвета понтон, гораздо важнее, чем понимать, что люди между строк имеют в виду, когда говорят, что им нужно так, чтобы им нравилось. И в результате вы все равно вписываетесь в бой, а не с каждым клиентом нужно работать. Порой от некоторых нужно отказаться. Если вы не хотите в своей жизни Шалтаев и Балтаев, то что-то мне подсказывает, вам нужно научиться разбираться в психологии. Чувствуете, пример сейчас был? Я забрал с простой истории Шалтаев и Балтаев великую мысль, которую перенес на рабочую сферу и дал вам как мотивацию. У кого сейчас мотивация появилась? Поставьте восьмерочку в чат, кто понял вот эту связку Шалтаев и Балтаев, и ему понравился пример. Он почувствовал, что это про него. Он почувствовал, что это как бы, ну, скажем так, история, которая отразилась у него в сердце. Это стори-теллинг. Это формы, как мы можем из простых вещей или сложных сдергивать великую мысль. Если Шалтаев и Балтаев это была какая-то сложная тема, карандаш, он упал, и что произошло? Звук. А представляете, сколько карандашей лежит просто на полке и не сдаёт никакого звука. А этот хотя бы попытался. Он упал, и он уже оставил в нашей жизни след. И вот так же и мы. Кто-то сидит в инстаграм, просто тихо лайки собирает и лайкает кого-то других. А кто-то пытается ставить звук, след, не стесняется, даёт себя миру, не жадничает, ведёт сториз более активно. Да, он себе там не нравится. Да, не идеальное лицо. Да, перфекционизм, не выспался. Но ты, блин, в конце концов, не коллег обучаешь клиента. И ты в его глазах должен быть эксперт. И пусть тебя не душит чувство самозванца. Вы тот самый карандаш, который должен оставить звук. Топ-кадр. Ставим девяточки в чат, кто понял аналогию с карандашом. И без разницы, что это будет, карандаш я уроню, или, не знаю, кто-то пройдёт, дверью хлопнет. Я всё равно стяну великий смысл с этого события, который будет для кого-то потрясающим инсайтом и изменит его жизнь. А чтобы у вас больше было инсайтов, я должен делать паузу в речи. И чуть-чуть замолыкать. Тогда у людей выступают инсайты. Поставьте десяточку в чат, кто понял эту фишку, как это работает в переговорах. Это очень интересные технологии. У нас есть потрясающий курс по ораторскому искусству и продаже соццены, где это мы очень круто проходим. Но смысл сейчас в простое ритейлинг, это отдельная тема. И мне нравится, как вы смайлики пишите. Потому что это так устроено. Мне всё равно, про что рассказывать. Да, про трансы мы тоже про это рассказываем. У нас ещё ТНЛП-шные тренинги. Тамара проходила спиральную динамику. Круче неё у нас нет ничего. И она, ну как бы, по крутости спиральная динамика, вот 44 часа, которые вы проходили, длинную программу, она самая крутая по психологии, Тамар. А УТП самая крутая по психологии в бизнесе. То есть вы прошли, в принципе, два одних самых флагманских продукта, продающая история, это просто один такой из элементов, которые мы сейчас затрагиваем. Может сдёргивать что угодно, с чего угодно, хоть мелочь в кармане перебирайте, позвенели и знайте, что всегда в кучке есть крупные монеты и маленькие. И почему-то всегда приятнее брать крупные. И вот так же с людьми. Общаешься, общаешься, хочется общаться с первыми лицами, а не так с кем-то щебнем, который просто громыхает бездушно, является таким рационом для хранения больших денег. Та же самая история. Ставьте один сейф в чат, если понимаете, что сейчас мы про монетки в кармане говорили. Всё то же самое. Также в презентации слайды. Есть слайды так себе, а есть слайды те, которые с контентом. И так бывает, сидишь, слушаешь спикера и думаешь, боже мой, что за человек, который сажал сейчас 2 часа моей жизни. А бывает, вышел кто-то и сказал одну фразу, и она меня починила. Я понял, почему неделю назад у меня была какая-то проблема. И вот бывает такой человек, который в проброс что-то пробросил, или на слайде строчку прочитал, и вот ради этого слайда всё это в жизни было. Так и я хочу, чтобы вот мой проект и общение с моим клиентом было тем самым инсайтом в его жизни. И я сделаю всё, сколько бы у меня не было опыта, и я даже с маленьким опытом более замотивирован работать круче над вашим проектом, потому что моя миссия в этом во всём и идея сделать так, чтобы мой труд звучал в вашей жизни и дал ей новое прочтение. Вы услышали любовь к ремонту интерьеру по-новому, чтобы я вас заразил своими эмоциями, чтобы вы разделили мою философию в этом направлении. Ставьте 12 в чат. Кто сейчас понял пример, как только что мы со слайда, просто презентация, я перед глазами её увидел, да, как бы сдёрнул эту мысль и перенёс её на работу, и как бы дал форму. Сложно, когда ты не гуманитарий. Так вот мы про алгоритмы собрались, то есть это всё то же самое. Итак, переходим. Нам нужна продающая история, чтобы люди нам верили. Верили, что ты справишься, что ты похож на того человека, который сможет сделать и оправдать их ожидания. Что тебе можно верить и кто ты такой. И я знаю, кто такой из серии «Дома-2». Мы все любим друг за другом следить, вот знаете, вот этот режим. Соцсети и со сторис, они дали вот этот формат «Иллюзия дружбы». Кто смотрел сегодня мои сторис, где я там хожу по офису, что-то про картины рассказываю, про облачко, про то, как у меня подруга облака писала, как мысли, которые куда-то бегут, а мы сейчас из неё хватаемся, тратим энергию. То есть это тот формат, когда люди, если следят за тобой так или иначе, они находятся в формате следящем. И у них создаётся иллюзия дружбы. Вот мы через продающую историю тоже должны создать иллюзию дружбы. И это честно. И когда они с тобой дружат, они понимают, кто ты такой, откуда ты взялся, и что тебе можно верить. Это важно. Это важно в той же продаже, в том же позиционировании себя. У меня был разный путь, я разные вещи творил на сцене. И вот, допустим, слева вверху мы на конференции в 2015 году, в 2015 году на бизнес-конференции рубили рыбу, голову рыбе. Там же стоит слева вверху стенд, видите, с порванной бумажкой. Я металл ножи при людях. То есть я объяснял, что такая целевая аудитория. И чтобы попадать своим предложением в цель, я брал ножи из трёх метров, ну там близкое расстояние, разумеется. Клал три ножа в центре. У меня где-то есть видео это. Можете в Ютубе набрать Евгений Тюрин ножи. И вы найдёте, как я их, ну как бы, закладываю в эту штуку. Вот. Я выступал с зонтиком. А зачем это было нужно? Это усиление харизмы. Это элементы, когда тебя запоминают. И это тоже форма доверия. Потому что мы знаем по элементам некоторых людей. Я даже выступал в шестнадцатом году в какой-то компании, блин, как же их зовут-то? Они на меня посмотрели, что я создал свой союз? Все тоже создали. Испокадо. Нет. Кадо. Кадо. Помните, текстильщики? Вот. Вон, видите, как доктор. Выгляжу. Это я рассказывал, что в дизайне много сумасшествия. И я объяснял, как лечиться от него. Вот. Про маркетинг, разумеется, сумасшествие. Там неправильные ценники, неправильные... Я анализ выставки делал. По-моему, выставка красивые дома. Я рассказывал, как 70 дизайнерских студий, которые там выставляли в шестнадцатом году, косячили. То есть у меня был такой большой средств маркетингу. И очень крутое выступление. Кстати, могу дать, наверное, когда-нибудь кому-нибудь. Скину в наш телеграм-канал. У нас в телеграм-канале есть... Кстати, могу сегодня скинуть. Точно сегодня скину в телеграм-канал. Прикольно будет послушать такое выступление. Он очень контентный. Как работает на выставках. Вот. Это тоже было по одной причине. По определенным причинам нужно. Потому что это усиление харизмы. Зачем нужна продающая история? Продающая история может зацеплять внутри. Следующие какие важные моменты? Это определенные ценности клиентов. Это, может быть, ценности, связанные с тем, что помочь миру. Это зеленые ценности. Мы сейчас, я обсуждаю. Помочь миру, человечеству. Спасти кого-то. Если вы понимаете, что к вам идет больше такой целевой аудитории. При написании продающей истории нужно понимать, под кого мы ее пишем. Она пишется не просто так для общего Люда из серии, что я настрадалась, вот я молодец, теперь я Д'Артаньян. Оно пишется для определенной целевой аудитории. И кто-то из вас. Поставьте единички в чат, кому больше обращаются семейные пары в процентном соотношении вашей жизни. Двоечки тем, к кому обращаются мужчины-одиночки. И троечки, к кому обращаются бизнес-женщины, бизнес-леди-одиночки. Единички семейные пары, двоечки мужчины, троечки леди-одиночки. Поставьте, пожалуйста, в чат голосовал, чтобы вы просто понимали, кто у нас здесь. Потому что зачастую все же разные народятся. Все семейные, чудеса. Одна там единственная, Юнусова Екатерина, честная, написала хоть что-то на эту тему. У нас вообще нету тут девочек, к которым обращаются мужчины. Ну и супер. Ладно, бог с вами, бывает и такое. Будем тогда про семейные пары рассказывать. Значит, семейные пары, у них есть определенные ценности. Ценности какие? Ну, в данном, в зеленом формате это может быть что-то связанное с домашними живетными, любовь к ним. Может быть, питомцы, может быть, приют какой-то, помощь или благотворительность, потому что мамаши любят благотворительность, они там вот все время перепосты какие-то делают, кому-то нужна помощь, кому-то собирают на лекарство. Это ценности, которые могут быть знакомы. Они не очень знакомы папашам, потому что те зарабатывают деньги, а жена придумывает, как их тратить, и поэтому декларируют, что вы супер занимаетесь благотворительностью, ну, наверное, как-то будет только под одну часть аватара. Это должно бы тоже быть понятно. И вы тут должны проанализировать. Вы больше влияете на мужчин, которые принимают решение и выбирают, либо вас выбирают женщины. Если вы понимаете, что, скорее всего, вас первыми ищут в инстаграм их жены, а потом вы дотрагиваете все же мужчин, тогда в продающей истории можно использовать зеленые триггеры, связанные с тем, что помогать людям или беречь какие-то гигантские отношения в рамках всей планеты. Ладно, переходим дальше по ценностям. Оранжевый, ниже, спускаемся. Чем выше, тем меньше в аватару это резонирует. Чем ниже, тем всем это попадает. Давайте вот так. Тоже важная мысль. В продающей истории мы указываем все, что связано с успехом, амбициями, тем, что посмотрите, соседи зайдут, им понравится, друзья зайдут и скажут, крутой ремонт сделали. То есть, акцентные вещи, связанные с социальными доказательствами. Возможно, с понтами, возможно, с отдыхом, возможно, с тем, что вы были на Бали, работали когда-то, или, может быть, вы на фотографии за рулем Мерседеса. То есть, это будет связано с вашим успехом и что вы такой же, как определенный тип ваших клиентов. У кого, вот поставьте, давайте, четверочку в чат, у кого богатые семейные пары. Вот прям богатые. Прям вот у них, как мне историю один дизайнер рассказал, что они решили в загородном доме для прислуги поставить Икею. Заходит хозяйка, смотрит на коробки с Икеей. Это что такое? Ну, это кухня для ваших, не знаю, прислуги. Они, выкиньте это. Только Италия. Ну, нет, давайте про мужчин заказчиков тоже. Мне кажется, это какая-то весна. Венера, зачем у мужчин заказчиков, если вы не ставили двоечку? Зачем вам это? Вот видите, кстати, такой еще прикол. К вам, допустим, идут клиенты, семейные пары, а вы сопротивляетесь Богу и говорите, что нет, я хочу мужчин и у вас нет клиентов из-за этого, потому что с семейной парой вы ведь хотите работать. Может быть, проще запаковаться для того аватара, который к вам естественным образом приходит, потому что вы, возможно, имеете черты характера какие-то, добрые, теплые, и к вам поэтому идут с удовольствием семейные пары. А из-за этого они вас чувствуют свою, потому что вы как насестка можете давать тепло, так сказать, транслировать его с вами спокойно, с вами ласково, с вами тепло и защищенно. Мужчине нужно не это, ему нужно немножечко стресса, ему нужно немножко адреналина. может быть, вы по образу можете не подходить. Я вас, Венера, совершенно не знаю, я так вот пальцем в небо тычу куда-то, рассказывая о неких характеристиках, которые нужны тем, кто поставил единичку. И это может быть внутреннее ваше суперсвойство, а вы пытаетесь рассказать, что вастер-возное и как бы визуально, знаете, как сексу... Не сексуальность, а как сказать... Привлекательность такая. Когда полная сексуальная доступность, но ноль инициативы в действии. И вот это является диким триггером из серии Хэ-Хэй, как бы позаигрывай со мной, это триггер для продажи. Так и этот триггер часто используют молодые девчонки, дизайнеры, которые фигуристые, такие вот красивые. Это тоже такой продающий элемент, который очень используется. Но зачастую обычный дизайнер, который работает с семейными парами, он немножечко другой. Он не в мини-юбке. Ну так получается. Вот. Потому что там нужно чуть больше спокойствия. Там нужно не гормонный штиль, то есть не гормонные какие-то вот бури, а штиль. Нам нужно вот... А если идут разные клиенты, не могу выделить какую-то группу, либо вы недавно работаете, Ирина, у вас маленькая итерация просто клиентов, либо вы просто не сильны в математике, потому что группа обычно выделяется. То есть если вы даже три года работаете, но вы должны посчитать, что из 20 клиентов, 5 у вас был семейный пар, а все остальное кальянное, там, не знаю, маленький офис, чей-то салон маникюрный, где-то одинокий мужчина, где-то одинокая женщина. То есть тут есть математика процессов. Вот. И есть то, что лежит. Допустим, у меня есть один дизайнер, который работает только с принципиально с коммерческими интерьерами. И тогда ее продающая история должна быть для коммерческого клиента. Как она в короткие сроки решает проблему, умеет брать ответственность, не задает лишних вопросов. Она понимает, что такое корпоративная этика и понимает, как зарабатываются деньги и как их правильно экономить. И поэтому с уважением относится ко всем строительным каникулам и знает, что такое в кратчайшие сроки, работая с колес, со сроками вчера реализовать проекты, которые приносят деньги. Слышите, какие триггеры я использовал? Они не подходят к семейным парам. Это другой аватар. Поставьте семерочку в чат, что вы сейчас обратили внимание на набор терминов, которые я использовал при трансляции для коммерческого интерьера, чтобы я засовывал в продающую историю. Это как раз в том-то и прикол, что мы разные, у нас разные клиенты. И наша продающая история для всех разная. И для разного клиента будет разная продающая история. Услышьте главный лайфхак. Она не должна быть одна. У вас их может быть три. Секундочку, я гуманитарий. Три. Вот. Пальцы уже под вечер не слушаются. Не выгнулся третий называется. А то возраст берет свое. Слишком много продающих историй писал. Вот. Надеюсь, это была шутка смешная. Поставьте смайлик. А то я тут один шучу. Пока, Патя. Патя, они не смеются на моем шутке. Представляешь? А Патя в офисе смеется. Вчера. Это главный триггер. Да. И это тоже правда. А, вот, девчонки. Это же мой союз любимый. Я ваши имена считаю. Думаю, что мало ли. Вот. У нас тут и союзы есть, девчонки. Для тех, кто из союза, разумеется, у нас все тренинги это безлимит, это бесплатная история. И, как бы, они доступ на все наши программы, ко всем нашим программам имеют. поэтому, если хотите вступить в союз и узнать подробности, как это делается, нам все равно, из какого города. У нас и в Германии, и в Хабаровске есть члены союза. Пишите мне в инстаграм, индивидуально в директ, и мы с каждым отдельно созваниваемся и общаемся. Перейдем дальше к триггерам, которые можно использовать как ценности. Про понты, успех, оранжевую историю мы обсудили. Дальше. Переходим к системным. Если мы понимаем, что, допустим, ко мне клиент, вот не совру, у меня вот, я сейчас сториз выложу, я же записал сториз. К нам пришел клиент в студию с ТЗ, страниц 10, про то, как хорошо, плохо. Представляете? Хорошо, как ей нравится, плохо, как ей не нравится. С картинками, как бы, с форматом трансляции того, что она хочет, потому что, я говорю, слушай, она что программист? Вот на меня менеджер смотрит, наши студии, а ты откуда знаешь? Потому что только программисты так делают, только системные люди до мозга костей так делают. Это какие-то бухгалтеры, это какие-то суперсложные юристы, это какие-то корпоративщики всю жизнь, которые боятся ошибиться, им системой надежности предсказания, вот, как сказать, ощущение, что они контролируют будущее, очень важно. И вот это синий уровень, это порядок и закон. И мы должны им показать нашу системность, про наши этапности в переговорах, в создании проекта, какое количество у нас сотрудников работает над этим проектом, сколько у нас кейсов, им нужны цифры, 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 кипи. Вот, поставьте семерочку в чат, что это понятно. Вчера и с доплатой. Елена Родионова. Что вчера и с доплатой? Вы вступили в Союз? Я этого не заметил. Как жалко. Я не знаю, куда вы вступили вчера с доплатой, но верю. Так, синий, понятно. Красный. Красный – это история победы. К красным у нас относятся, я часто использую эту такую простую терминологию, силовики, криминалитет и спортсмены. То есть, у меня сейчас синий, молекулярный биолог. Это трэш. Да, это трэш, потому что вы по-синему ему не прозрачны, потому что вы на фейном языке о фиолетовом разговариваете и между вами есть еще даже красный цвет. То есть, вы даже не рядом. И, конечно же, вам нужно спуститься с фейного языка и быть ему понятной. И не пытаться ни в коем случае отвечать человеку на те вопросы, которые вы некомпетентны. Потому что, если, не дай боже, он компетентен в электричестве, а вы – нет, для вас ток – это фиолетовая магия. Вы без понятия, как он движется и течет ли он вообще. Говорят, течет ток. Он что? Может капать, если он течет? Да, то есть, у нас может быть какое-то непонятное представление, как вот передают друг другу силовые поля, электроны, а там, ну как вот в проводе вообще что происходит-то? Что там задвиж? Что такое индукция? Куда это все ползет? Вот. И если вам это непонятно, а это нормально, любой нормальный человек может этого не знать, а тот, кто узнал, с удовольствием забыл, потому что тоже не так уж это и нужно. И, конечно же, вы попадете в просаг, а свое негативное отношение к вам, как эксперту, он переложит на все ваши компетенции. Условно говоря, если бы я пошел бы учиться личным отношением к Пугачевой, и она бы мне херню какую-то насоветовала, то я бы сделал выводу, что и певица она говно. Понимаете разницу? Вы провалитесь в консультации про пластиковым окнам, а он посчитает, что вы не шарите ни в ремонте, ни в дизайне, и вообще верните деньги назад. Вы так себе человек. Наталья, я понятно вам объяснил? Про успех и амбиции не отложилось. Наталья Скат. Что не отложилось? Фотография в Мерседесе вам нужна. Айфон вам нужен. То есть, это те клиенты, которые будут судить по одежке. И по вашим каким-то социальным доказательствам, где вы будете рассказывать, что потратили не последнюю 5000 рублей на обучающие курсы в свое время, в какой-то из промежутков или кризис в своей жизни. А в тот момент, что вы последние понимали, что любовь к себе, она превыше всего. Научиться себя любить, не заставишь других. И поэтому мы пошли, купили свой первый айфон в кредит. Потому что вам это нужно было. И кредиты вы закрыли. Через три месяца. Потому что вам пришли деньги. Вас нашли клиенты. Вы полюбили себя. И все остальные тоже сумели вас полюбить. Потому что каждый замечает того, кто полноценный. Видели значок Apple? Надкусное яблоко. Вот люди ищут порой половинки друг друга. Найди свою вторую половинку. Да чушь это собачья. Нужно найти свою целиковую половинку. И самому быть целиковой половинкой. Тогда два целиковых встретились и создали нормальный продукт. А не два надкусанных пытаются друг друга реабилитировать. Как бы дуя в себе пара в раны. Создавая только большую болезненность. Поставьте 13 в чат. Что вам пример был понятен. Как я только что с айфона сдернул образ надкусанного яблока и рассказал психологическую догму из серии какие мы паралимпийские отношения порой строим. Вы молодец, что вы целые, Олеся. Вы гениальны. И это круто. Хорошо. Переходим дальше. К синему формату мы обсудили. Красный. Его нужно показать, что он победитель. Дуя в раны. Красный. Ему нужно показать, что он победитель. Что он номер один. Что он крутой. Что он решает и управляет. Что вы взяли за себя ответственность. Вы победили. Вы пошли на пролом. Вы добились результата. У вас медалька номер один. А почему стрелочки вверх это этапы развития? Да, это эволюция. Но это другой тренинг, Олеся. Простите, что я немножко взял другой слайд из другой программы. Мне просто... Это моя любимая программа. Я могу на эту тему разговаривать. 44 часа у меня есть такой длинный тренинг. В 19-м году записанный будет. А сейчас у нас будет в мае в какой-то середине, в 20-х числах, мне кажется, в мае 23-го или какого-то будет двухдневный интенсив в Москве. И онлайн-трансляция вот через такую же вебинарную комнату, вот как и у меня. Сейчас только два дня вам буду разговаривать. А тут за мной, вот тут вот сидят еще вокруг люди. Они приедут послушать вживую, мы будем разговаривать, а вы это все будете смотреть. Это будет живой интенсив по спиральной динамике. Но я сейчас и вам его не рекламирую, потому что он еще на горизонте. Какой-нибудь вебинар будет еще три дня. Мне сейчас важно вам проговорить, потому что этот слайд, он показывает эволюцию, развитие ценностей и разумеется деградацию, когда мы по ценностям вниз отступаем. Стрелочки вверх – это эволюция. Отступаем вниз. Ну, мне так удобнее было начать. Потому что вверху зеленая тема уровня существования – это те ценности, которые такие эксклюзивные. То есть они не каждого касаются. Как я вам сказал, помощь дельфинам и айсбергам, которые тают в Антарктике, как бы финансировать эту тему, это для определенных барышень, у которых вот есть такое звучание. А вот у их мужей зачастую нет такого звучания. Понимаете, да? Темы гримписа, они более такие, как бы, феминистические. То есть там больше женщин. Давайте вот так назовем. Это нехорошо, неплохо. Это просто не каждому подходит. Но темы, связанные с нижними уровнями, они более востребованы любым человеком. Ударить ногу больно. Боится и бабушка, и ребенок, и мужчина, и женщина, и семейная пара. И ресторатор. Плевать. То есть все хотят жить. Поэтому бежевая тема, связанная с выживанием, будет услышана всеми. И будет знакома всем. Олеся, я объяснил вам, потому что вы задали вопрос сложенный, но я попытался так коротко, лаконично ответить. То есть мы идем сверху от эксклюзивных ценностей, ниже, к более попсовым, и которые знакомы каждому. Стрелочка просто, ну это из другого слайда, давайте, из другого тренинга, из другой жизни. Олеся, хочу от вас плюсик, что вам понятно. А то я могу дальше объяснять. Тринадцатый, это был триггер? Не. Просто мы говорили уже 11-12, если выше поднять по переписке, до семерки. У нас было, 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 было. Единички были. Потом 12. Да, это я просто помню счет. Представляете, у меня хорошая память. Елена, вы иногда ищите черную кошку в комнате, темной, в которой ее нет. Нет, триггера там не было. Стараюсь вникнуть интересно, обожаю психологию. Замечательно. 30 тысяч стоит курс. Подключайтесь к нам, с удовольствием вам расскажу еще больше. А, кстати, я сейчас выложу в Инстаграм. Зайдите в Инстаграм, там отзывы о спиральной динамике. Там вот вы можете посмотреть, как те, кто и прошли, написали видеоотзыв и рассказали, что же в этой истории в нашем большой программе. Так, фиолетовая. Это любовь, это понимание, это то, что знакомо может быть кому. Давайте, кому могут быть откликнутся фиолетовые темы. Фиолетовые темы будут откликаться семейным парам, разумеется, потому что это мир в семье, это меньше стрессов, меньше руганий, это спальня, это любовь, как чувство. Это вера, это разговоры с Богом, все, что с мистикой связано, то есть то, что нельзя пощупать. То есть это мое чутье, это моя интуиция. Это, давайте, примитивные примеры поймем, что в первобытном обществе поднять друг друга, это тоже чудо. И, допустим, если ты приходишь на стройку, а там выходец из страны, где тебе сложно понимать язык, то найти общий язык со строителем так, чтобы он тебя слышал, так, чтобы он понял, да, по колодник, и делал сантехнику, да. То есть он, вот найти вот этот режим, это тоже великое чудо. Великое чудо, когда тебя понимают, когда тебя слышат. И это будет фиолетовый язык. И рассказать свои продающие истории, что да, меня долго не понимали, я долго не могла научиться объяснять клиентам, как я их делаю счастливы. Но потом я прозрела, я получил этот дар. И теперь мое лучшее оружие это микрофон и мышка. Мышкой я разговариваю со строителями, а в микрофон я общаюсь с клиентами. В динамик телефона, в динамик скайпа, неважно куда, я могу на расстоянии донести любую идею, описать ее так, что вы влюбитесь. Если вы разделяете мое отношение к творчеству и к тому, как я нахожу общий язык с любыми, и с детьми, и с женами, и с мужьями, и с троптивыми, скажем так, руководителями компаний, то обращайтесь ко мне. Поставьте 14 в чат, если вам понятен пример, как я только что сдернул его с микрофона, с мышки. Я про вчера из доплаты. А, вчера доплату, да, да, понял, Елена. Наталья, блин, я с тобой прочитаю. 14, все, супер, идеально, белиссимо. Переходим дальше. То есть, мистические эти моменты, да, если вы, допустим, работаете в Казани, у вас семейная пара, и скорее всего, они достаточно религиозные, в мусульманском каком-то вот этом эгрегоре находятся, энергетическом, то, может быть, в вашей продающей истории нужно будет указать, что вы разделяете все эти праздники, традиции, и являетесь сами приверженницей, приверженниками этих традиций. Это тоже будет продающим триггером фиолетовым для определенной целевой аудитории. Почему бы нет? К нам недавно девчонки из Казани вступили, может быть, для них они слишком молоды для того, чтобы семейной парой производить впечатление, что они, скажем так, профессионалы, зато их благочестивость может быть как триггер для каких-то более серьезных персон, которым это уже важно, которые уже наигрались в красоту за деньги. Давайте вот такую странную фразу скажу. у меня инсайд отвлекся. Спасибо. Хорошо. Бежевый уровень. Бежевый уровень в данном случае будет использование вещей, связанных в продающей истории с выживанием. Возможно, вы прошли через смерть, возможно, с вами случилось несчастье, возможно, койка больничная, возможно, коронавирус, возможно, еще что-то, возможно, вы видели чужую смерть, и это тоже был инсайд. Мы все боимся смерти, мы все боимся пострадать физически, мы все боимся, но у нас есть инстинкты выживания. Мы прошли через голод, это тоже будет формат с выживанием. Мы прошли через бессонные ночи, это формат выживания. Мы прошли через безденежье, разорение, банкротство. Мне рассказывали историю про одного дизайнера, который мечтал поработать с Захой Хадид, ходит в ее бюро, и вплоть до того, что он переехал в другой город и жил под мостом, и без стула сидел, работал в ее мастерской со своим компьютером, приходил, на корточках сидел там целыми днями, пока ему стул не дали. Вот, это тоже история про выживание, про бежевый уровень, про то, когда ты смотришь в то, что, ну, смертью в лицо, давайте вот так вот, без пяти, без пяти минут смерти в лицо. Вот, это тоже слышат все. Выживание на стройке, ну, давайте, что связано в ремонте с выживанием? Проводка загорится, затопим соседей, ограбит, сигнализация, система пожаротушения, сплингерная, бывает же в домах, отвратительные дома, которые строят, и по нормам пожаротушения в этих высотках нужно потерять 15 сантиметров потолка. Такое же бывает? Бывает. Вот, и это тоже та самая история про выживание, про то, что как сделать стильно, красиво в тех случаях, когда нужно соблюсти элементарные законы безопасности, дети, эргономика, деревянные подлокотники на диванах, на которых точно будут маленькие дети прыгать и к башку нырять в подлокотники. Это же, ну, сотрясение. Это острые углы у столов, это не бьющееся какое-нибудь стекло закаленное, это, может быть, какие-то зоны пути для ребенка, чтобы он мог из кухни, когда бежит, но у него была вот возможность пробежать прямо, а не влупиться в диман с размаху. Понимаете, да? То есть, вот про это, про безопасность, и это тоже здесь бежевая история, и то, что вы осознали. Вы стали смотреть на ремонт по-другому, когда у вас появился свой собственный ребенок. Вы стали смотреть на этот мир по-другому, через призму, а безнапасно ли это? И вот моя политика, вот мой дизайн интерьера. Я создаю безопасный дизайн интерьера, который помогает, то есть, мир и так опасен, в мире и так страшно жить. Я хочу, чтобы дом был, вот мой дом, моя крепость, чтобы это звучало по-новому. Слышите? Ставьте 15 в чат, если вы услышали триггеры, которые я использовал. Я выживал на стройке, жила в недостроенном доме, расписывала потолки, нужны были очень деньги, спала на полу, две недели, питалась дошираком. Да? И такое бывает. Потому что, ну, мы все в жизни проходим через сложные этапы в жизни. Вот. Этим не стоит это прятать. Можно честно писать. Я вот зашел недавно на аккаунт одной девочки, там мне нужно, я искал одну услугу, и у нее было написано от казахской девочки до IT программиста в дубль ГИС, Тинькофф и еще какой-то известной компании. Вот. Плюс инструмент продаж. Это да. Вот. И это как бы тоже вы прошли какой-то путь от какой-то девочки до определенного специалиста. И это нужно описать в продающей истории. Алгоритмов много разных, и мы для разных процессных бизнесов делаем эти алгоритмы. Мы стараемся выстроить понимание, кто наш клиент, что он нас хочет купить, и какие ментальные триггеры идут с этим рукавом браку. Допустим, давайте вот расскажу. Ответьте мне на вопрос, есть ли клиент богаче теоретически нас, у него куча бабла, какого художника он наснимает, дизайнера. Что он не купит, журнал какой-нибудь Адеттам или Декорейшн, подмышку он не возьмет или интерьер плюс дизайн, и не уйдет в замечательный торговый центр, какую-нибудь условную мебель-инсайд или шатуру мебель, не докопается до них, или каких-нибудь поставщиков Италии, ладно уж, что я там про наших этих говорю, не знаю, там, козарик не придет, что они ему не соберут интерьер? Да соберут. Соберут. Вы-то ему зачем? Зачем дизайн интерьера? Давайте пишем в чате, потому что нужно понимать, что нужно на самом деле вашему клиенту. Если не понимаете, никуда не сдвинемся. От того, что мы напишем красивую продающую историю, мы останемся на месте. Вы не будете пользоваться. Вы будете понимать, что это не вы. Вы в нее сами верить не будете, потому что это не стало вашей идеологией. Дизайнеру нужны схемы и ведомости. Да не дизайнеру скинуть весь геморрой. Близко геморрой скинуть. Близко. Но я, допустим, прораба найму. Он возьмет весь геморрой. Дизайнер зачем? Точнее, клиенту. Да, это понятно. Ему нужен полный цикл без лишних телодвижений, временных затрат, минимум исполнителей. Минимум исполнителей. Вы-то зачем? Прораб есть. Строитель кого-нибудь ушло. Я же хитрожопые вот эти жуки такие все замутят. Знаю, у всех поставщиков окна подешевле. То есть, они такие вот. Это про комфорт и про индивидуальность? Нет, это не про комфорт и индивидуальность. Вообще нет. Что было на кого свалить вину в случае ошибок. Ну, это такая производная третья типа конфликтного развития событий. А прорабу, кто даст инструкции дизайнер? Да прорабы сами половины дизайнеров научат. То есть, там, если вы про глубок прорабов, это дешевый квадратный метр. Какой-нибудь за 27 рублей за метр квадратный придет строитель, он там еще хлеще дизайнер все расскажет, как правильно жить. Прорабу, кто даст инструкции. Статус, статус, ну так, плюс-минус, да, какие-то случаи статус, но нет. Короче, ответственность. Ответственность. Вы тот, кто возьмет за себя ответственность. Он купил квартиру за 20 миллионов рублей, у него 10 миллионов рублей есть на реализацию, итого 30. Ваш дизайн проект 100, 200, 300 тысяч на эту квартиру. Капля в море. Но он нужен ему человек, который возьмет на себя ответственность по принятию решения по красоте. Потому что прораб не про красоту. Он про что угодно, чтобы стыки были ровные, там, условно говоря. А в магазине, в любом, пытаются впарить залежалый товар. Ему нужен тот, или с высокой маржинальностью, ему нужен тот, кто возьмет на себя ответственность за это все, за принятие решений. Есть такое понятие у руководителей, усталость принятия решений. Когда ты затрахался каждый день по 500 раз принимать решения. И кто-то из вас такой руководитель? У кого есть такой синдром усталости принятия решений? Поставьте плюс в чат. когда в четырем дня, не вечера, а вы уже думаете, твою дивизию, когда этот день кончится вообще? У кого такое есть? О, Екатерина, любовь моя, нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Итак, да, и он устал, и он устал еще брать эту ответственность еще за этот ремонт. Ему нужен адвокат, который будет этим заниматься. И самое главное этому ответственность. И в вашей продающей истории, как красная нить через всю вашу историю, должна быть умением брать ответственность. Что такое брать ответственность? Это нужно. Я ушла из дома. Я выбрал институт. Или я, меня родители выбрали в институт, а потом меня выбрали в бухгалтерию на завод какой-то сидеть, а потом я ушла. Я взял ответственность за свою жизнь. Я подняла свою задницу. Я не дерево. Оно не вросло корнями в ту землю, куда упала семечка 15 тысяч лет назад. Я беру и ухожу. Я взял ответственность за свою жизнь. Я взял ответственность еще за чужие жизни. У меня есть коллектив, который нужно кормить. И поэтому мой ценник не полторы тысячи рублей за метр квадратный, а три с половиной. Потому что, блин, мне нужно кормить их семьи. Это их ипотеки на мне висят. Я это чувствую ответственность. И я готов взять ответственность еще и за вас. Потому что не надо со мной торговаться. Потому что я на их сотрудниках и их семьях не экономлю. Для меня важен результат. И если я не сэкономила, если я сытый, сотрудники мои сытые, мы не отомстим вам внутри дизайна. мы те, кто умеет брать ответственность. И наше имя, наш результат дорогого стоит. Потому что мы заинтересованы оставить безупречную репутацию в этом мире после себя. Это мой след. Это честь моей семьи. Ставьте 16 в чат, кто, блин, услышал эти слова, кто может их законспектировать себе. Ребенок ответственен за него. Сюда же. Все правильно. Отлично. У нас сегодня было очень много таких зарисовок, которые прям дорогого стоят. Заметьте, на разные ценности. На разные ценности. И их нужно жонглировать. Ими нужно смотреть, какие больше будут актуальны. Неотомстим вам на дизайне. Это сильно. Да. Вам нужно видеть, какие мы можем использовать. Использовать с точки зрения создания нашей истории. Саму историю мы будем писать в замечательную нашу что? Через неделю. Через неделю этот мастер-класс совершенно будет небольшой, доступный. Много народу мне туда не нужно, потому что многие истории писать я с ума сойду. Как вы уже убедились, креатива у меня достаточно. И язык, скажем так, навык этот у меня развит. Оскоби нужен набит. Вот. И это внутренняя составляющая будет в продающей истории у каждого своя. потому что есть вы и вы должны быть похожи на того человека, про которого это будет написано. У вас уже есть свои ценности, уже есть свой собственный аватар. Если вы выбираете путь написания продающей истории, если хотите присоединиться на этот мастер-класс, он будет часа 3 идти. То есть, мы в 6 часов вечера по Москве начнем и до того, пока не закончим с последним. Вот. У нас будет часа полтора контента, может быть, час контента, а потом мы перейдем к написанию и каждое написание для каждого из ваших коллег, оно будет... У нас там будут члены союза, которые бесплатно вхожи на это мероприятие. У нас тоже накопилось там продающих историй. Написать. Мы с них начнем, чтобы был такой общий тонус, чтобы вы перестали бояться. А потом вы уже будете дожидаться своей очереди. Если хотите разобраться, как это сделать и подготовиться правильно, лучше к этому моменту еще и понимать, кто ваш аватар клиента. Какие могут быть у него ценности, более такие ярко звучащие, чтобы мы эти ценности растворили в вашей продающей истории? Это работа. Это работа. Это дорогой консалтинг. Для компании это стоит 70 тысяч, для дизайнеров 20. В рамках массового разбора 5 мая это такой вот групповой мастер-класс. Честно скажу, делаю его внутри, для нашей кухни внутренней союза, потому что у нас там... У меня сейчас в бизнес-клубе 70 студий. Я, условно говоря, отвечаю за 70 чужих бизнесов помимо своих. И находятся они в консалтинге. Вот у нас в каждом разные прям там ситуевины. У кого-то прям все хорошо, у кого-то супер плохо, у кого-то медийные стратегии, у кого-то выживательные стратегии. Это интересная история у каждого. И каждому нужно будет так или иначе... Ну, кто-то уже написал, я же их веду, не первый год. У нас 16-го года союз существует как бизнес-клуб. Если кто-то хочет вступить в наш союз, с удовольствием приходите. Вот мой инстаграмм внизу по центру слайда. Пишите в директ по поводу, как туда попасть. На самом деле, недорогая история. То есть там каждый может бизнес хоть чуть-чуть похожий на бизнес потянуть членство в нашем клубе. Мы специально сделали такую доступную эту тему. Вот. Мастер-класс сам по себе, если вам не в союз, если вы понимаете, что слишком на вырост, или просто боитесь, или считайте себя как-то немножечко там я на заборе посижу. Нормально. Честно, без обид, это естественная история. Вот. Есть конкретный мастер-класс. Переходите, регистрируйтесь, забронируйте свое место, потому что у нас там все равно человек на 15, не больше, будет группа, потому что иначе останутся ночевать с вашими историями. Каждому по 10 минут, представляете, сколько это народа. Плюс у нас уже есть полно тех, кому это и так нужно из союза. Вот. И моя задача все же до 10 вечера уйти из офиса с вашими продающими историями. Я искренне надеюсь, что вам это будет полезно, потому что у нас у всех есть свои собственные какие-то видения. Видения относительно бизнеса, относительно нашего клиента. Но это видение, это наш ракурс. Это наш собственный ракурс. Если, условно говоря, какой-нибудь паук с восьми глазами смотрит на этот мир из каких-то своих кустиков, своей паутины, его паутина – это его мир. Вот. Если летит какая-то птица и смотрит на нас всех сверху, она смотрит на наши города со своего ракурса. Космонавт, который парит там на орбите где-то, он смотрит на наш мир со своего ракурса. И порой очень сложно самому написать себе продающую историю, потому что мы слишком внутри системы, слишком замылились. Я не знаю ни одного человека, который справился бы этим сам. Более того, свою продающую историю мне тоже писали. Я нанимал стороннего как бы персонажа, который мне помогал в этом. И это естественно, это нормально. Потому что мы обычно внутри процессов, мы слишком акцентны на какие-то моменты, мы слишком в ситуации находимся. И нам нужен со стороны архитектор процессов. И вот это занятие, это мастер-класс будет в формате архитектуры процессов. Я пришел, и мне со стороны виднее, что нужно о вашей жизни умолчать. Где не нужно не рассказывать о разводе своих родителей, которые на вас кардинально повлияли, после этого вы решили изменить свою жизнь, стать счастливой здесь и сейчас. Нужно рассказать так, как это выгодно клиентам. Где-то шарж, что-то вводим в тень. Недавно с одним мужчиной мы прописывали продающую историю, и он хотел развод акцентировать. Мы сделали опрос внутри Союза, а стоит ли развод с женой давать на глазки. Все девочки проголосовали, что это ни в коем случае не нужно и нет уважения к тому мужчине, который делает из себя так или иначе роль жертвы. И это невозможно самому себе прописать, потому что для него это важный момент. Для него важно было бы это показать, потому что это важный переломный момент в его жизни. Но для продающей истории, для конечного клиента нужно убрать это в тень, потому что это его слабая сторона в глазах формирования образа клиента. И вот это важные моменты, что вот Елена пишет, да, я таких нытиков не люблю и не уважаю. Тут момент другой. А может быть мы нытики. Может быть наши важные моменты в жизни это буллшит для клиента. Полный буллшит. он на нас смотрит и думает ненавижу таких фу! И как кот, знаете, комочек шерсти. Понимаете, мы иногда вот то же самое про себя рассказываем. И это невозможно самому себе прописать. Поэтому если у вас осталось внутреннее понимание, что это важный момент, важный момент для решения как бы съедобности себя в глазах клиента, это причина, когда мы хотим, это некая концентрация триггеров, почему нас должны купить те, кто относится к другому ценовому сегменту. Потому что многие из вас пишут, один из распространеннейших вопросов, как поменять сарафан, как поменять свой бомж сегмент, порвать. Да мы потому, что не похожи на тех, которым это требуется. Если мы хотим жить своей мечты, если мы хотим в направлении своей цели идти, скажем так, и формировать свой образ вкусных, съедобных, желанных, чтобы нам не гордили, что прочитали нашу историю и понимали, Елена, ты офигенная, Елена, ты крутая, Елена, ты такая же, как я, я хочу дизайн интерьера у тебя, потому что ты человек. Не знаю, мой человечек, наверное, просто чувствую, интуиция, мой человечек. Вот как должен клиент после прочтения относиться к вам, он должен вас хотеть. Вот это круто. мы должны идеально позитивно улыбаемся, машем, господа, улыбаемся, машем пингвины из Магагаскара. Мы должны быть людьми. А люди могут грустить. И значит, мы можем быть эмоциональны, но шаржированы эмоциональны в разной полярности. Хей, человек, праздник! И самые грустные истории, как обычно, у клоунов. Но можно показывать себя с другой стороны, что вы тоже человек, вы что-то не любите. Не люблю мороженое, которое подтекает и пачкает руки. То есть, некомфортная обертка. Вы можете просто не любить или относиться к этому спокойно. А можете шаржировано не любить сильно, категорично не любить. не любить. Я ненавижу это блинское мороженое, которое вот так подтекает. Что это такое? Как это можно есть? То же самое в дизайне. Настройку пришел, а там половина поставщиков. вон латен. Еще те латентные поставить полотенцесушитель не могут уже блин. Пятый месяц пошел поставка у них. Что это за компания? Говнори какие-то. когда ты так относишься. И вот создать свою команду мечты поставщиков. Я всю жизнь положил на то, чтобы собрать эту команду и для своих клиентов делаю только лучше. А те, кто выпускает такое сраное мороженое, которое подтекает, их как говна. Я транслирую ценности шаржированные. Но я показываю даже в эти шаржированные ценности, что мой клиент защищен. И вот это очень важно понимать, что ты тоже человек, которому надоело стоять в пробках, надоело блин, что там из-за карантина, 10 дней выходных. Любому бизнесмену скажи, вот тебе триггер, напишите сейчас в сторис, как вы относитесь к праздникам 10 дней выходных. Я пришел к своим сотрудникам, для тех, кто не знает кто я, у меня статус в моем союзе президент союза дизайнеров и архитекторов. Они говорят, а у нас будут выходные. Я говорю, у вас другой президент. Ваш президент считает, что вы еще не заработали на выходные. Поэтому это отношение. И можно быть в негативе очень позитивным и желанным своими клиентами. И сейчас я вам эту энергию дал. Я сейчас вам ее показал. Что такое майские праздники, что такое текущее мороженое, что такое гребаные пробки в час пик. Я кремль вижу, только когда у кремлевской это знает. Потому что они точно также с большой вероятностью в этой же пробке просто в другие дни. Вот вам еще раз ссылка на этот курс. Я искренне надеюсь, что мы с вами увидимся на нем. Участие 5 мая в формате вот таком онлайн, но с разбором вашей продающей истории стоит 5000 рублей, потому что это массовая история под запись для нашей внутренней инструментарии кухни союза дизайнеров и архитекторов как самого крутого бизнес-клуба на интерьерном рынке. У нас по праву принадлежит эта пальма первенства, то есть ветвь пальма первенства и я этим горжусь. Кто хочет следить за нашими новостями, у нас есть телеграм-канал Union или напишите в поисковике в телеграм союз дизайнеров и архитекторов мы высвидимся с нашим логотипчиком который обозначает алмаз тоже все не просто так это алмаз граненый как бы чем мы все члены союза это грани одного чего-то большого и мы все разные грани по размеру мы не похожие мы все разные но работа над собой гранить себя вот этот алмаз это работа связанная с тем что большая проделанная ювелирная работа сделать нас бриллиантами и вот мы должны стать для клиентов клиентами и то чем мы занимаем в союзе это как раз я занимаюсь тем что я алмаз гранщик я обтачиваю ваши сильные стороны для того чтобы они были ровными красивыми и вы были больше и больше и больше по ценности каратов вас как вес чувствовал клиент и это наша большая работа мы делаем очень много для интерьерного рынка по развитию бизнеса и наш некий членство в союзе это некая калакмусовая бумажка показывает если у нас всего лишь там семьи сейчас условно говоря человек то что-то мне подсказывает что не все готовы развиваться и для вас это преимущество все пытаются либо своими руками и ногами пробить стандартные стены которые нами уже пробиты за 10 лет я создал столько дизайнерских студий что вам даже и не снилось вы столько дизайнеров и не дружили и не общались вот поэтому мне есть что вам рассказать приходите на наш мастер-класс про написание продающей истории будет очень круто и это будет один из важнейших феноментальных историй в вашем бизнесе когда вы поймете сможете смотреть на своего же клиента по новому один из лозунгов которым я заменит у меня есть мерч даже футболки такие чудеса происходят с теми кто действует я искренне надеюсь что если сегодняшний вебинар у вас как-то срезонировал на сердце в жизни то я вас приятно надевлю я всегда даю гораздо больше чем обещаю мне есть с чем с вами поделиться поэтому регистрируйте прямо сейчас переходите по ссылке и вот пока у вас есть вот этот внутренний позитив иначе завтра как всегда перед сном переспишь и сольешь сольешь в очередной раз как мы в понедельник начинаем новую жизнь все то же самое будет еще одно утро еще одна и та же наша прошлая жизнь с теми же результатами попробуйте поиграйте в этом вы ничем не рискуете вот ну то что будет круто не так как вы себе это представляли это сто процентов вам понравится спасибо большое задавайте вопросы если вопросов нет регистрируйтесь по ссылке если вопросов нету и вы уже зарегистрируете пишите спасибо тогда мы на сегодня закончили я надеюсь я сегодня был достаточно искренне в энергии я сегодня красивый с запонками нарядненький к вам пришел сегодня на вебинар и такое знаете вдохновение решил вам вдохновение свое дать потому что энергию за один сэкономил вечером до вебинара донес и сегодня было очень много крутых и очень контентных позитивных примеров которые уже сейчас можно уже взять и внедрить спасибо вам что были что вдохновили и были свидетелями этого всего спасибо большое берите чужую царь александра это нормально вы поймете алгоритм у вас оставит на записи все равно будет кто то кто будет разбирать семейные пары либо там одинокие мужчины либо одинокие женщины клиенты у кого больше коммерческие объекты все равно у нас будут такие вы просто со временем ее перепишите поймете принцип или обратитесь ко мне там через год со словами Евгений я писал а хочу переписать если скидоны или вступите в союз и у вас будет это как услуга просто встроенная в сам формат поэтому александра я не вижу проблемы вообще никакой то есть вы знаете мы переживаем из серии как мы начнем плыть на 10-м километре в море вот мы еще в воду не вошли вы даже не начали зайдите в воду или возможно научиться заранее по книжкам боксу и плаванию нужно выходить на ринг нужно уворачиваться от ударов нужно плыть ты понимаешь что чувствуешь ты воду и что с ней происходит и у каждого разные руки мышечный корсет и вода каждого принимает по-разному поэтому я думаю что вы найдете тот самый ответ на ваш вопрос здесь и сейчас который вам нужен а через полгода и моя будет продающая история другой и ваш тем более Евгения если так все на эти вопросы я ответил все люблю вас завершаю эфир переходите еще раз по ссылке даем ссылочку вот и до встречи на мастер-классе выключаю записи динь-динь-динь-динь-динь-динь